Добрый день, Анатолий Эдуардович. Насколько мне известно, вы недавно вернулись из Объединенных Арабских Эмиратов. Да, несколько дней назад. С чем была связана поездка, есть ли какие-нибудь для нас новости? Ну, прежде всего, было связано с работой. Новостей пока нет, потому что не все можно разглашать. Ну да, бизнес это же как война практически. Да, а вы когда-нибудь слышали, чтобы командир рассказывал о планах наступления? Ну разве что для дезинформации противника. Тем не менее, в своем прошлом интервью вы нам говорили о том, что сможете рассказать о каком-то результате через полтора-два месяца. Это по-прежнему так? Да, и возможно раньше. Раньше это как раз может быть связано с выставкой в Объединенных Арабских Эмиратах, до которой осталось буквально несколько дней? Да, это связано с выставкой, потому что должны произойти очень знаковые события, о которых можно будет говорить потом открыто. Может быть пару слов о самой выставке? Название, по-моему, называется Future Cities. Да, выставка называется «Шоу городов будущего». Это такая тоже серьезная, значимая выставка, где будут в том числе представлены «Умные города». Это очень важная и актуальная тема для Эмиратов. Где мы выставляемся также, в том числе наш Unibike в настоящее время уже прибыл в Тубай, где мы покажем нашу технологию. И Эмираты — это, можно сказать, новая страна с новой инфраструктурой, компактная, открытая к инновациям, особенно к зеленым технологиям транспортно-инфраструктурным. Значит ли это, что ставка в данный момент делается именно на Объединенные Арабские Эмираты? Нет, я бы так не сказал. И ставка — это нету слова. Это ведь не казино. Мы не играем. Мы делаем серьезную работу. По нашим расчетам, Объединенные Арабские Эмираты — это именно то место, где мы можем очень серьезно стартовать со своими очень серьезными транспортно-инфраструктурными технологиями. Это же фактически новая отрасль. И вот учитывая тот климат, экономический, финансовый, который есть в Эмиратах, тот подход, который демонстрирует всему миру открыто с инновациям, позволяет сделать нам вывод, что это то место, которое может быть для нашей технологии бизнес-прощадкой для выхода на весь мир. Правильно ли я вас понимаю, что даже высокоскоростной транспорт SkyWay впервые может быть реализован именно в данной части Земли? Да, безусловно. Но может быть и не так. У нас целый ряд направлений. Есть высокоскоростное, грузовое, есть городское. И они все востребованы в Эмиратах. Насколько я знаю, в последнее время в Индонезии много было технико-экономическое обоснование подсчитывалось, работа велась. Да, мы работы ведем, даже более того, по целым ряду проектов мы получали небольшую предоплату на технико-экономическое обоснование. Но это не проектное решение, это обоснование проектов. И не факт, что эти проекты будут реализованы, если мы не получим интересные предложения с их стороны, выгодные нам и в первую очередь нашим инвесторам. Но ведь технико-экономическое обоснование предполагает какую-то оплату со стороны заказчика. Если мы выполним эту работу, а строить не будем, не будет ли это нарушением наших обязательств? Нет, не будет нарушений, потому что если будет в договоре сказано о том, что мы выполняем только технико-экономическое обоснование, то это не значит, что за этим следует проект. Поэтому реализацию проекта нужно обсуждать с нашими партнерами. И в первую очередь это должно быть выгодно нам и нашим инвесторам. Потому что многие хотят буквально по себестоимости реализовать проекты. Но если мы так выйдем на рынок, то мы не только ничего не заработаем, мы обанкротимся. Поэтому выход на рынок это непростая штука. Тут не надо бежать и ура кричать, вот есть заказы, давай побежали, давай что-то строить. Мы можем плохо закончить, если так будем делать. Поэтому мы сейчас работаем по так называемым связанным контрактам, проектам. И вот именно по такой как бы технологии продвижения бизнеса мы идем в объемных Арабских Эмиратов. И мне кажется, что клиенты все-таки должны понимать, что чем раньше они начали с нами сотрудничество, тем большую выгоду это им в будущем принесет. Так ли это? Безусловно. Мы сегодня определяем самые выгодные и перспективные направления. И вот для меня, например, основной критерий в выборе, вот с кем работать, как работать, какие проекты делать, защита интересов наших инвесторов, которые вложились в технологию. И на стадии рисков очень больших, венчура. И поэтому для меня на первой жне инвестор, который вложил свои 100 долларов в 2016 году, чем инвестор, который планирует вложить сегодня миллион долларов. Ваши критерии оценки предельно ясны. Понятно, что в фаворе те инвесторы, которые первыми поверили в вас и ваш проект. Они в итоге по справедливости заработают больше. Если следовать той же логике, то и Объединенные Арабские Эмираты, безусловно, тоже среди фаворитов. Да, я уже говорил об этом, но еще один есть очень важный фактор. Там тратят огромные деньги на инфраструктуру. И насколько я знаю, только к выставке Expo 2020, которая состоится, начнется в мае 2020 года, Эмираты планируют вложить около 7 миллиардов долларов только в инфраструктуру. И мы можем стать жемчужиной этого события. Но до 2020 года еще надо дожить. Пока же мы ждем все-таки новостей с выставки Future Cities Show, которая, насколько мне известно, пройдет с 9 по 11 апреля, и где вы, как мы уже знаем, будете принимать участие. Желаю вам успеха на выставке с представлением нашей технологии, в переговорах. Ну и будем с нетерпением ждать новостей. Спасибо вам огромное за интервью. Вам спасибо.